Если хочешь также зарабатывать больше 100 долларов за одно действие на партнерских программах, то досмотри это видео до конца, потому что сегодня я поделюсь с тобой рабочей связкой, которую ты можешь реализовать также после того, как досмотришь это видео. За основу источника трафика мы с вами будем брать Pinterest. И именно с Pinterest мы с вами будем извлекать нужное количество трафика и перенаправлять не на свой сайт, а на определенную прокладку, которую мы с вами создадим впоследствии этого видео. Из-за основы тематики мы с вами будем брать дизайн интерьера, потому что это достаточно популярная тематика в Pinterest и пины набирают очень большие просмотры. А если пины набирают большие просмотры, это означает то, что мы получаем большую вероятность перехода на нашу прокладку, где мы с вами будем размещать наши партнерские ссылки. Я вам сегодня в данной нише продемонстрирую очень интересную поднишу, которую мы с вами будем впоследствии создавать и наполнять наш Pinterest аккаунт. И каждый из вас это может повторить. И здесь просто гора тематик, гора ключевых запросов, которые можно реализовывать и зарабатывать деньги. И данная тематика приводит именно платежеспособную аудиторию, что для нас приемлемо, потому что мы будем зарабатывать на партнерских программах. И здесь смотрите, Pinterest, когда мы ищем определенный ключевой запрос, выдает нам похожие ключевые запросы, которые мы с вами можем посмотреть. То есть вот допустим я открываю второй ключевой запрос, где также дополнительно еще от Pinterest получаю идеи. И все эти идеи можно собирать в определенную таблицу и в дальнейшем анализировать и создавать подобный контент. То есть что мы делаем? Мы создаем Pinterest аккаунт. В этом Pinterest аккаунте мы создаем доски, именно которые называем данными ключевыми запросами. И наполняем соответствующим контентом. Далее мы это перенаправляем на одну секретную прокладку, которую я вам сегодня продемонстрирую. И в этой прокладке уже мы с вами монетизируем пользователя. И зарабатываем хорошую сумму денег. Для начала нам нужно будет создать Pinterest аккаунт, в котором мы с вами будем производить все наши последующие действия. Для этого мы с вами переходим в Pinterest. Здесь мы с вами нажимаем на sign up, то есть на регистрацию. Далее мы с вами должны были перейти и нажать на данную кнопку создать бизнес аккаунт. Но с вами мы сейчас будем создавать обычный Pinterest аккаунт, потому что по рекомендации одного из моих участников Boosty блога, нужно создавать обычный Pinterest аккаунт. Давать ему отлежку 1-2 дня и после уже переводить этот Pinterest аккаунт в бизнес и начинать работать, что мы с вами и сделаем. Нам понадобится email адрес. У меня email адрес уже имеется, поэтому я буду его использовать. Сюда мы добавляем наш почтовый ящик. Здесь мы с вами задаем пароль. Далее здесь нам нужно будет задать дату рождения, желательно дату пользователя, которому больше 18 лет. Я задаю рандомные значения и нажимаю на продолжить. Теперь идет процесс создания моего Pinterest аккаунта. Нужно подождать, когда Pinterest подгрузит данную страницу. И сейчас нам с вами нужно будет придумать имя данному аккаунту. Если вы хотите, можете оставить по мануалу. Допустим, я здесь могу нажать и поменять. Задаем имя пользователя, то есть не название какого-то бизнес профиля, а имя человека с фамилией. Далее нажимаем на submit и нажимаем на next. Здесь выбираем poll. Я выбираю mail, потому что задал мужское имя. Здесь у меня из-за того, что прокси выдает значение США, я нажимаю на next. И далее самое важное. Здесь у нас идет формирование нашей ленты. То есть основываясь на эту ленту, Pinterest будет понимать, какой контент нас интересует. И впоследствии, если мы будем похожий контент публиковать у себя, то Pinterest будет быстрее понимать, какой аудитории демонстрировать наш контент, который уже мы сами реализуем. Для этого мы здесь выбираем с вами все, что связано с домом, интерьером, дизайном. Вот, допустим, самый первый ключевой запрос. Мы его выбираем. Здесь нужно выбрать от 5 ключевых запросов. Вот, допустим, данный ключевой запрос. Дизайн. Архитектура домов. Тоже выбираем. Выбираем данный ключевой запрос. Выбираем данную тематику также. Данную тематику. То есть все, что связано с тематикой дома, дизайнов, архитектуры, мы с вами выбрали. И далее нажимаем на данную кнопку. Теперь мы нажимаем на done, и Pinterest будет формировать нашу ленту. И теперь мы с вами видим то, что наша лента состоит из той категории, которую мы с вами будем в дальнейшем продвигать. Я вам рекомендую просто пройтись по некоторым тематикам, которые вас больше всего интересуют. То есть, к примеру, если вы будете продвигать дизайн интерьера, то по каким-то вот таким вот картинкам. Можете, к примеру, кому-то здесь поставить лайк, если желаете. То есть мы с вами здесь проделываем определенную имитацию пользователя, которому интересен данный контент. Просто можете открывать, допустим, все, что связано с дизайном квартир, дизайном интерьера. Можете, к примеру, на кого-то подписаться, если есть такое желание. И далее вы просто этот аккаунт закрываете, то есть браузер закрываете, и через день уже заходите сюда и переделываете аккаунт на категорию бизнес. В зависимости от вашего терпения, представим, что прошел день-два, и теперь нужно данный аккаунт переводить в категорию аккаунта бизнес. Мы нажимаем на данную кнопку, здесь выбираем Convert to Business, то есть конвертируем теперь данный аккаунт в бизнес. Нажимаем Upgrade. Далее здесь нам нужно будет придумать название нашего профиля. Здесь мы с вами выбираем, кто мы. Мы выбираем Publisher or Media, нажимаем Next, и здесь задаем бизнес имя. Я добавляю данное значение, интерьер-дизайнер Антон Предкин. Далее страну оставляю по мануалу, потому что у меня прокси США, как я говорил ранее. Випсайта пока что у меня нету, и прокладки нету, поэтому я данный шаг просто пока что пропускаю. Далее нажимаю Next, и здесь выбираю три цели, которые я преследую. Мне нужен трафик для моего сайта. Далее я хочу сгенерировать большое количество лидов. И далее, конечно же, я хочу получить больше аудитории, создавая контент в Пинтересте. Теперь мне здесь нужно будет выбрать тематику. У меня тематика Home, то есть все, что связано с домом. И здесь я нажимаю на Done. Теперь создается мой Пинтерст аккаунт, с которым я могу работать. Далее нам остается добавить логотип, добавить Cover Image. Это все я делал в предыдущем видео. Можете посмотреть, как это делается. А я на данный момент это быстренько сделаю, и уже приступим к анализу ключевых запросов. После того, как я добавил логотип, и добавил Cover Image. Также добавил описание к моему профилю. Следующим шагом у нас является поиск ключевых запросов, поиск тематик. Здесь нажимаем на Пинтерст. Здесь мы с вами переходим в тренды. В данной странице мы с вами можем выбрать локацию. То есть, к примеру, США, Канада, страны Европейского Союза определенные, Италия, Испания. Но я по мануалу оставляю всегда США, потому что там больше всего платежеспособные аудитории. Далее здесь мы можем либо в поиске найти, либо, к примеру, здесь добавить ключевой запрос, для того, чтобы посмотреть, кто популярно на данный момент. К примеру, если мы с вами бьем просто Home и посмотрим, что у нас вообще появляется. В Armhouse Aesthetics можем, допустим, открыть, посмотреть, какой здесь контент публикуется. Следующий ключевой запрос. House. Для того, чтобы посмотреть еще больше тематический контент. И здесь мы с вами в ключевых запросах, которые открыли, можем посмотреть вообще, как двигается тренд роста данного ключевого запроса в Пинтересте. Как мы видим, у данного ключевого запроса определенный есть спад, а потом идет тренд. То есть, это нам не подходит. Мы с вами именно ищем такие ключевые запросы, где тренд всегда у нас стабильный, чтобы мы могли набирать трафик. И здесь вот после того, как мы добавляем какой-либо ключевой запрос, у нас появляются дополнительные ключи, по которым мы можем также работать. То есть, к примеру, данный ключевой запрос, данный ключевой запрос, вот еще хороший ключевой запрос, который мы можем использовать. И также, если мы спустимся вниз, мы можем посмотреть, какой контент публикуется по данному ключевому запросу. Если вы хотите получить больше контента, просто кликайте, и у вас сразу же открывается данный ключевой запрос в поиске. И вы можете просто здесь скроллить и смотреть какой контент люди публикуют для того, чтобы перенаправлять трафик на свои сайты. Здесь в основном публикуя данный контент, люди перенаправляют трафик на свои сайты, на которые они зарабатывают деньги. И здесь, допустим, данный ключевой запрос тоже нам не подходит. Мы можем еще посмотреть определенные ключевые запросы. Но мне кажется, мы можем с вами выбрать данный ключевой запрос. И на основе этого ключевого запроса мы с вами можем создавать нашу доску. Cosy Living Room, вот допустим, да? И здесь мы можем посмотреть вообще, какой контент публикуется. Давайте возьмем данный ключевой запрос, скопируем и назовем нашу доску именем данного ключевого запроса. Это будет наша первая доска. Добавляем. Буквы можете сделать заглавными. Можете вообще полностью сделать все заглавными буквами. Здесь мы с вами для того, чтобы задействовать алгоритмы Пинтереста, выбираем и сохраняем те картинки, которые будут подходить под нашу тематику. Далее нажимаем Done. Первая доска у нас готова. Мы также можем использовать следующий метод еще в поиске искать ключевые запросы. К примеру, добавляем ключевой запрос, пишем все пины. И здесь у нас открываются ключи. Вот House Design, House Design Idea. Можем открывать и искать. Также здесь у нас появляются еще дополнительные подсказки от Пинтереста. К примеру, House Design, Modern, Интерьер и так далее. А также есть еще дополнительные рекомендации по стилю. К примеру, Коттеджи и так далее. Вот здесь мы можем видеть большое количество ключей, которые мы также можем с вами использовать. Я возьму данный ключевой запрос и на основе данного ключевого запроса я также создам одну доску, которую буду впоследствии наполнять, потому что это именно подходит под ту тематику, которую я буду вам сегодня демонстрировать, под те инструменты, которые я вам буду демонстрировать в данном видео. Две доски, думаю, достаточные. То есть в таком формате вы можете искать больше досок. Также я вам сейчас продемонстрирую еще один интересный инструмент, который я часто использую в своих целях. Это расширение, которое называется Sort Pin. Для того, чтобы проводить анализ, достаточно использовать бесплатный тарифный план. То есть не нужно именно покупать тарифный план для того, чтобы пользоваться данным расширением. Здесь мы выбираем данное расширение, нажимаем на добавить в Chrome и оно здесь у нас будет закоплено в панели расширений. Далее, после того, как данное расширение у нас установилось, мы с вами закрываем все ненужные вкладки. И, к примеру, House Design Ideas. Данный ключевой запрос меня интересует. Я хочу в данном ключевом запросе найти, именно найти тот контент, который наибольше популярный в Пинтерсе за определенный промежуток времени. Для этого мне достаточно включить данное расширение, то есть я нажимаю на Sort Pin, то есть на значок данного расширения. Здесь важно, чтобы у вас был Turn On. Теперь мы можем просто перезагрузить страницу. И у нас здесь сейчас появляется аналитика по Пинам. Здесь мы с вами обращаем внимание на сохранение, то есть количество сохранений. Как мы видим, данный контент сохранили 22 тысячи раз. И здесь, соответственно, мы видим, когда был опубликован данный Пин. Но я ищу именно Пины, которые были опубликованы примерно месяц. Вот, допустим, один месяц назад был опубликован данный Пин. Мы можем открыть, посмотреть вообще, что за Пин был опубликован, почему он набрал популярность. Здесь мы с вами видим Shop the Look. То есть, соответственно, здесь еще Пинтерест рекомендует какие-то товары, то есть что очень круто. Но это не похоже на товарный Пин. Но, тем не менее, здесь нет ни ссылки, ничего. Просто всего лишь теги и, может, это с какого-то сайта был спарсен. Но, тем не менее, видим активность, видим интерес аудитории. И что я делаю? Я здесь просто нажимаю на Start Scroll. Вот видите, внизу у нас есть Start Scroll. Мы нажимаем и ждем, когда у нас проанализируют полностью данную страницу. И после этого у нас будут данные, по которым мы можем с вами работать. Поэтому я сейчас ставлю на паузу. Когда дойдет до конца страницы данный скроллинг, данный процесс, я вернусь к видео. И далее, после того, как у нас анализ завершается, мы с вами нажимаем на Stop Scroll. И нажимаем вновь на расширение Sort Pin. И здесь у нас появляется количество пинов, которые было в данной странице. Соответственно, это 908 пинов. Для того, чтобы посмотреть, мы с вами нажимаем на Pins. У нас открывается новая страница. И здесь уже мы с вами можем проводить определенный анализ. Для того, чтобы скачать, экспортировать эти данные, вам понадобится лицензия. Если вы хотите приобрести лицензию для своих каких-то целей, то ссылочку я оставлю в описании. Можете воспользоваться. Но для данной связки нам бесплатная версия вполне достаточно. Соответственно, что это нам дает? Это нам дает определенный анализ. Здесь мы с вами выбираем картинки, потому что видео нас не интересует. И здесь мы можем уже смотреть. Полностью получаем аналитику в одном интерфейсе, в котором мы можем посмотреть, что мы с вами можем создать. Соответственно, в таком формате мы с вами анализируем. Это третий метод анализа. То есть первый метод – это тренды. Второй метод – это поиск в поиске Пинтереста. И третий – это используя какие-то дополнительные инструменты, такие как SortPin. Можете использовать PIN-инспектор. Это уже на основе ваших пожеланий и вашего бюджета. Я взял данный ключевой запрос и буду демонстрировать на основе данного ключевого запроса. Как вы видели, тематик очень много. Можете брать любую тематику, просто это меня тематика более вдохновила. Именно дизайн домов, дизайн iFrame домов, так скажем. Круто все выглядит и на основе этого буду все показывать. Итак, что нам нужно с вами будет делать? Зарегистрироваться в Medium, потому что прокладку мы с вами будем создавать в Medium. Переходим в Medium. Здесь проходим простую регистрацию. Я буду использовать Google аккаунт. В Medium у меня уже аккаунт ранее на данный профиль зарегистрирован. Вы же создаете тематически, то есть на основе дизайна интерьера, либо той тематики, которую вы продвигаете. И здесь нам нужно будет нажать на Write для того, чтобы написать статью. И мы с вами идею статьи будем брать уже отсюда. То есть, к примеру, допустим, 5 дизайнов iFrame домов и так далее. 5 уникальных дизайнов, 5 модерн дизайнов. Можете обратиться к чату GPT для того, чтобы сгенерировать, к примеру, заголовок. Уже на основе этого заголовка строить свой контент. Итак, я возьму заголовок данного пина и привожу его в такой формат. То есть 10 модерн iFrame домов. Итак, здесь что мне нужно будет сделать? Мне нужно будет, соответственно, создать контент на данную тематику. И где я буду брать данный контент, вы сейчас тоже сами наглядно увидите. На просторах интернета я нашел такой инструмент, который работает на основе искусственного интеллекта, который может генерировать из обычного шаблона реальный дизайн квартиры. Или же, допустим, вы добавляете какую-то комнату. Он для вас эту комнату модернизирует под ваш стиль, который вы выберете. Конечно, этот инструмент платный, но я использую бесплатный тарифный план. То есть здесь есть определенные кредиты. Когда кредиты заканчиваются, я просто создаю новый аккаунт и вновь получаю кредиты, что вполне достаточно. Также вы можете в поиске найти такие инструменты. Все они основаны на том, что вы добавляете либо уже готовую картинку и просите модернизировать комнату, либо добавляете пустую комнату. И искусственный интеллект для вас заполняет данную комнату под ваш запрос. Что очень круто. В Pinterest вы можете добавлять такой контент, к примеру, до и после, что будет привлекать большое количество внимания и призывать пользователей клику. Переход на ваш ресурс, который вы продвигаете и там уже вы, соответственно, монетизируете пользователей. Я буду использовать все же свою тематику iFrame, поэтому я копирую iFrame, добавляю. И мне нужно будет найти шаблоны, то есть скетчи. Далее нажимаю на поиск. Как видите, я уже это искал здесь. Я уже интересовался данной тематикой, потому что она мне очень сильно понравилась. Вот, допустим, данный скетч, но желательно, чтобы все было реалистично, то есть реальный проект нарисованный должен быть в итоге, для того, чтобы вы могли получать очень интересный и очень хороший результат. Итак, давайте я данную картинку сохраню. Далее, после того, как мы сохраняем картинку, у нас здесь появляется возможность в данном инструменте добавить данную картинку. Нажимаем на данный плюсик, добавляем нашу картинку. И после того, как мы добавляем нашу картинку, у нас здесь уже появляется возможность работать данным дизайном. Здесь мы с вами можем выбрать любой тип, то есть меня интересует архитектура. И здесь в архитектуре мы можем выбрать стиль. Конечно, здесь очень много стилей имеется, поэтому я особо-особо еще полностью не разобрался. Генерирует он просто шикарно. То есть мне нравится то, что он в итоге выдает, то есть все результаты, которые он выдает, они реалистичны. Вот, допустим, давайте мы с вами возьмем данный тип и здесь нажимаем на сгенерировать. Это занимает у нас 0,3 кредита. Соответственно, у меня уже было ранее сгенерировано несколько дизайнов. Вот как вы видите, 1, 2, 3, 6 дизайнов было сгенерировано. И вот мы с вами получаем такие вот интересные изображения, из которых мы с вами можем выбрать то, что нам нужно. Вот смотрите, было до и после, что получается. Это реально круто. Это прям шикарно. И что я делаю? То, что мне больше всего нравится, допустим, мне больше всего понравился данный дизайн. Я здесь нажимаю на Download и нажимаю на скачать превью. После того, как я скачиваю превью, я уже сразу же перехожу в камбу. В камбе я выбираю PIN Pinterest. То есть, первое продемонстрирую, как создаю пин, а потом уже буду демонстрировать, как создаю статью. Здесь я выбираю увеличение качества изображения. То есть, можете по названию найти данное приложение в камбе. Добавляем нашу картинку и нажимаем на данную кнопку. Здесь мы с вами нажимаем на добавить дизайн. Далее увеличиваем. То есть, вот так вот это все делаем. Пускаем самый низ, можете поверх сделать. И далее загружаем наш скетч. То есть, мы с вами добавим до и добавим после. Тоже вот так вот увеличиваем. И у нас здесь остается пространство для того, чтобы заполнить текстом. Копируем наш заголовок. Далее переходим обратно. Выбираем текст. Нажимаем добавить заголовок. Добавляем сюда. Можем сделать в таком формате. То есть, по желанию. Допустим, чуть-чуть сделаем слитно. Далее, что мне здесь нравится. Мне нравится такой эффект, который называется неон. Если мы растягиваем до 100, то он дает вот такой вот крутой эффект. И далее здесь можно добавить позади данного текста элемент. И мы с вами получаем вот такой вот пин, который можем разместить в Pinterest. Здесь уже вы сами можете визуализировать, как вы желаете видеть ваш пин. Соответственно, пин у меня готов. Я это дело сохраняю. Далее нажимаю скачать. После того, как я скачал, теперь мне нужно будет создавать картинку для уже самого Medium. Я беру 10 таких дизайнов до и после и уже добавляю сюда. Для этого мне понадобится немного уже другой формат. И формат у меня получился 1200 на 400. И сюда мы, соответственно, добавляем то, что у нас получалось в итоге. Далее здесь мы с вами делаем то же самое, но немного по-другому. То есть теперь мы с вами это делаем для того, чтобы загрузить уже в Medium. Как мы видим, у нас это получилось отлично. То есть 1200 на 400 это прямо самое то. Далее мы с вами придаем этому название. Нажимаем скачать. Скачиваем. И добавляем. Здесь мы с вами выбираем плюсик. Выбираем изображение. Добавляем наше изображение. Смотрите, как это круто будет выглядеть уже в самом Medium. Здесь мы с вами можем добавить Introduction. Введение в нашу статью. Далее мы с вами задаем заголовок. И далее мы добавляем 10 таких различных дизайнов. И уже впоследствии я вам продемонстрирую, какую партнерскую программу мы будем использовать. И какую партнерскую программу вы можете использовать. И как ее сюда внедрять. И вообще какая партнерская программа подойдет лучшим образом под данную тематику. По итогу проделанной работы у меня получилась вот такая вот минималистичная статья. Которую я могу использовать в продвижении в Пинтересте. А также сюда могу внедрить партнерские программы. Какие же партнерские программы можно использовать? Так как у нас здесь идет дизайн интерьера. Мы можем, к примеру, переводить трафик на партнерскую программу Fiverr. То есть на сам сервис Fiverr. Где пользователи могут заказать, допустим, услугу по созданию дизайна интерьера. По модернизации каких-то комнат. А также мы с вами можем брать товары из интернет-магазинов. И добавлять здесь партнерские программы на эти товары. То есть товары на определенные декорации для комнат и так далее. Идей очень много. Можете тестировать. Я буду использовать партнерскую программу от Fiverr. То есть в Fiverr я пишу интерьер дизайн. И здесь ищу именно те услуги, которые стоят больше. За это мне будет платить хорошую сумму денег. Вот, допустим, топ рейт от 80 долларов стоит услуга у данного пользователя. Я открываю ссылочку. Далее копирую данную ссылочку. Что я делаю? Я удаляю все, что здесь есть. Далее перехожу в Fiverr. И в Fiverr я в значении Marketing Tools, Generate Deep Link, и добавляю сюда мою ссылку. И получаю партнерскую ссылку. Вы можете использовать старый план от Fiverr. Вы можете использовать новый план. То есть новые вознаграждения. Я буду использовать данный тип вознаграждения. Если вы считаете, что невозможно выводить деньги с Fiverr, я вас огорчу. Возможно выводить деньги с Fiverr. К примеру, после того, как вы заработаете деньги, вы можете обратиться ко мне. Я вам смогу вывести деньги за определенный процент. То есть я беру 10% за то, что вывожу деньги с вашего Fiverr аккаунта, а вам оплачиваю в крипте. Сейчас я на экране продемонстрирую уже успешную сделку, которую у нас удалось проделать с участником нашего Boosty блога, нашего Boosty сообщества. Соответственно, он заработал свои первые деньги, а я ему вывел с 10% комиссии за вывод. И он рад, и я рад. Итак, давайте мы с вами перейдем теперь к работе. Fiverr Pro, копируем, далее переходим. И здесь мы можем добавить, допустим, удалить данный элемент. У меня не получилось, я не знаю почему. Я здесь добавлю в таком формате призыв... А, вот удалось. Здесь нужно добавить призыв к действию. Мы можем добавить код, то есть добавить какой-то HTML-код. Мы можем в таком формате сделать TypeScript. Да, это получилось у меня то, что было ранее. Ну, давайте мы это будем использовать. И сюда мы добавляем такой текст, то есть призыв к действию. К примеру, мы можем это сделать жирненьким, побольше. В таком вот формате это будет выглядеть еще круче. И, допустим, мы это превращаем в ссылочку. А ссылку мы добавляем сюда нашу партнерскую. Поэтому переходим, копируем нашу партнерскую ссылочку. Внедряем сюда, нажимаем Enter. И у нас появляется ссылочка. Теперь это же мы можем с вами продублировать текстом, который у нас здесь есть. И сюда тоже можем добавить. И в итоге мы с вами получаем такую публикацию. Далее мы с вами нажимаем Publish. Добавляем заголовок. Нажимаем Publish Now. Все, у нас публикация готовая. Теперь мы с вами можем опубликовать в Pinterest. Копируем. Переходим в Pinterest. Открываем нашу страничку в новой вкладке. И здесь мы с вами переходим в Save. Нажимаем плюсик. Нажимаем Pin. Сюда мы с вами подгружаем нашу картинку. Далее добавляем Title, добавляем Description. И добавляем сюда ссылочку. Ссылку мы сразу же с вами добавим. Добавляем сюда Title. Добавляем сюда наш Description. Добавляем Board. То есть куда мы будем это публиковать. И далее здесь мы с вами можем также добавить теги. После того, как мы с вами добавили теги, мы с вами можем опубликовать наш пин. Все, пин у нас опубликован. Мы можем нажать на View и посмотреть нашу публикацию. Как это выглядит? Достаточно привлекательно. Здесь у нас есть все для того, чтобы получать трафик. Если мы кликнем, то нас сразу же перебрасывает на Medium. Medium также, если вы будете публиковать все оптимизированные статьи, будет индексироваться в поиске. Здесь у меня просто наброски моих идей. Поэтому это выглядит в таком формате. Но тем не менее, с Пинтерса сюда трафик будет идти. Но если вы хотите создавать все оптимизированные статьи, вам нужно будет немного углубиться в тематику SEO. И далее уже вы можете создавать статьи, которые не только будут приносить вам трафик с Пинтерса, но и также будут индексироваться в поиске и приносить вам трафик в поиске. Потому что Medium имеет большой траст. И если, допустим, ключевой запрос, по которому вы создаете статью, не имеет выдачу Medium в поиске, соответственно, вы можете с вашей статьей попасть в поиск. Итак, мы здесь получаем вот такую вот крутую статью. Соответственно, если мы на что-то кликаем, то мы сразу же с вами попадаем в Fiverr. Здесь у меня из-за скорости прокси немного медленная загрузка. Но тем не менее, в таком формате это все выглядит. Кстати, можно было каждой из этих ссылок сделать уникальной ссылкой, то есть на другого какого-нибудь фрилансера ввести. Это тоже очень крутая идея. Также, если вы хотите получить знания по работе с Пинтерсом, по работе с партнерскими программами, то я вам рекомендую свой личный Boosty-блог, в котором уже собралось большое сообщество ребят, которые занимаются также партнерским маркетингом, занимаются Пинтерс-аккаунтами. И здесь мы генерируем трафик из Пинтерса, автоматизируя Пинтерс-аккаунты. То есть мы создаем Пинтерс-аккаунты, которые самонаполняются по определенному механизму, набирают трафик. И таким образом вы можете не только вручную создавать и ввести Пинтерс-аккаунт, а также на данную ссылку медиума ввести трафик из автоматизированных Пинтерс-аккаунтов. Соответственно, это увеличит ваш заработок в разы, и вы сможете выйти в скором времени на хороший пассивный доход. Спасибо большое за ваше внимание. Я ценю ваше время. Если вам понравилась данная связка, обязательно напишите свое мнение в комментариях. Не забудьте поставить свой королевский лайк данному видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok